Генплан 2020 Новое кольцо Москвы Самый грандиозный проект В него входят около сотни высоток Каждая из них не ниже 35 этажей Этот проект уже тихо и незаметно реализуется На Поклонной горе построен жилой комплекс 165 метров в высоту На Ленинградском проспекте 264 метра Это самый высокий жилой дом в Европе Это мысли не архитекторов Это в основном мысли инвесторов Которые ищут возможность новой рекламы Получить что-то свое Когда они продают недвижимость То есть там есть самый высокий в Европе жилой дом Это ни о чем мне не говорит Хорошо это или плохо Первые московские небоскребы задумывались еще в 30-е годы Советский Союз хотел доказать всему миру Что Москва образцовая столица первого социалистического государства Правда до войны ни один из проектов так и не материализовался Невоплощенная Москва Это в первую очередь дворец Советов 400 метровая ступенчатая башня Со скульптурой Ленина наверху Сегодня на ее месте Как задумывалось еще до большевиков Стоит храм Христа Спасителя Другой амбициозный проект Здание народного комиссариата тяжелой промышленности Его планировалось воздвигнуть Ни много ни мало на самой Красной площади По сравнению с ним Даже мавзолей кажется спичечной коробкой Было рассмотрено множество проектов Один фантастичный другого Только сейчас, спустя 70 лет У одного из них появился шанс быть воплощенным Правда не на родине А как ни парадоксально в Америке Проект архитектора Леонидова Фигурирует как один из вариантов На место Всемирного торгового центра в Нью-Йорке Симпатичные дворики Но долго ли им осталось жить? Нынешние высотки не призвано поразить воображение В Москве сегодня банально не хватает места Выводить строительство за пределом КАК непрактично Сто высоток экономит площадь для 500 обычных девятиэтажек То есть целого микрорайона Сегодня любой план рассматривается с точки зрения его прагматичности Высотки это просто жилье Ни одна из них не претендует на звание нового символа Москвы На нашей улице сам Моспроект Архитекторы там думают Вынашивают Неплохо задумано Надеемся, что скоро будет реализовано Основная проблема для архитекторов Найти место Новая высотка не должна загораживать Близлежащим домам солнце И хороший вид из окна Грубо говоря, если из вашего окна площадь красная видна То она не должна смениться видом на стену соседнего дома Не только из эстетических соображений От этого зависит стоимость жилья Почему не могут появиться высотки Уже будем говорить на периферии города Для того, чтобы в первую очередь создать Определенный образ того или иного района Отличительную черту А во-вторых, вы знаете Генплан Москвы отличается чем? Мы не говорим, что будет Мы говорим, что может быть И если есть желающие жить в высотках Если есть инвесторы, которые хотят строить высотки И если у нас будут развиваться строительные отрасли Которые способны надежно и хорошо строить Такого вида беда Почему им не быть? Всему свое время Ваше время – двадцатые годы Вот какой была Тверская Сторожилы, наверное, помнят Как началась реконструкция нашей улицы Самые внушительные проекты в Москве связаны не с возведением новых зданий А со строительством дорог Москвичей в первую очередь нужно избавить от пробок Следом за третьим кольцом начинается строительство четвертого Оно уже нанесено на карты архитекторов Правда, эта карта засекречена Чтобы избежать спекуляций с недвижимостью Как только будет проложена такая оживленная трасса Жилье вдоль нее резко подешевеет Яркий пример – район Беговой До того, как там построили третье кольцо Этот район считался одним из самых престижных Основой для четвертого кольца станут уже существующие Нахимовский, Ломоносовский проспекты и Минская улица Кроме этого, планируется построить так называемые хорды Которые соединят запад и восток Москвы на севере и на юге Один из самых грандиозных дорожных проектов – Краснопресненский проспект Его пока нет в природе Он будет начинаться от МКАДа, где начинается трасса Москва-Рига И заканчиваться у Садового кольца Проспект будет через Серебряный Бор, вернее под ним Поскольку Серебряный Бор – заповедник, то дорог там не может быть Под ним пройдет туннель, такой же, как в Лефортово До последнего времени хотели строить сразу два туннеля Для автомобилей и для метро Но потом решили их объединить Причистинская набережная – еще одно гиблое место В час пик передвигаться по ней практически невозможно Здание на самой набережной тоже никак не соответствует соседнему храму Христа Спасителя Архитекторы предлагают построить на месте набережной пешеходный бульвар с торговым комплексом под ним Машины здесь тоже будут ездить, но по карнизу над водой Этот проект, скорее всего, уплотнится в ближайшее время Сейчас в Москве в первую очередь строят полезные объекты, а не достопримечательности